Всем привет, друзья мои! Продолжаем рубрику для новичков. И сегодня я хочу вам рассказать, поскольку сезон как раз самый тот, о двух позднеосенних грибах, одна из которых рядовка фиолетовая, а другая говорушка дымчатая. Мы сейчас пришли в ближайший подмосковный лес, который очень подходит для этих грибов. Он светлый, здесь присутствуют дубы. Можно увидеть, может быть, даже можно услышать, как падают желуди. Очень приятный звук. И в таких вот светлых, желательно хотя бы немножко лиственных лесах, и растут эти самые фиолетовые рядовки и дымчатые говорушки. И чтобы не утомлять вас долгим поиском, вот, собственно, мы добрались до места, где они прямо-таки под ногами, и первой нам попалась фиолетовая рядовка. Вот, смотрите, какими хорошими семейками она стоит. Вот, начинается эта дорожка, да, и дальше она пошла-пошла. И, в принципе, если проследить, то видно, что это кольцо. Потому что, как и всякие почвенные сапротрофы, кольцо – это предпочтительная форма роста для фиолетовой рядовки. Вот она пошла, видно, вот начинается кольцо. Здесь такая красивая полная дуга. Вот, если поглядеть, вот она идет, 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 вон туда дальше заворачивает. И, на самом деле, продолжается дальше здесь, с этой стороны, вон стоят отдельные грибы. Но это уже лирика. А мы давайте поговорим с вами о физике. Срываю один гриб, глядя на него, совершенно понятно, почему этот гриб назван фиолетовой рядовкой. Ну, реально фиолетовая. С фиолетовым сиреневым оттенком ножка, пластинки с очевидным же фиолетовым оттенком. И шляпка, конечно, немножко подкачала, потому что грибы уже довольно взрослые. Но когда они молодые, они могут быть прямо чуть ли не ярко-синие. Фиолетовую рядовку особо не с кем спутать. Разве что с несколькими похожими на нее паутинниками. Но паутинники на то и паутинники, что у них на ноге будут остатки покрывала. И пластинки будут не такого яркого цвета. Поэтому сейчас, особенно с учетом сезона, это как раз тот самый гриб, который можно и нужно идти собирать. Кстати говоря, если вы не знаете, где растут фиолетовые рядовки, то есть отличный лайфхак, как их обнаружить на будущее летом. Потому что в конце лета фиолетовая рядовка выдает иногда на почве такие густые, как будто плесенью покрытые, разрастание грибницы ярко-фиолетового цвета. Вот видно, что ножка в основании, она гораздо более яркая. И грибница фиолетовой рядовки, которая выступает наружу из почвы, она такая же ярко-фиолетовая. Так что в августе ходите по лицу, смотрите, где такие странные фиолетовые пятна, а в конце сентября, начале октября, ровно на эти же места, идете за фиолетовой рядовкой. Сейчас сорву еще один гриб. Вот видно, на что надо ориентироваться. Вот такая фиолетовая грибница в августе будет выступать из земли. Итак, согласно последним данным и всем мыслимым промеркам, фиолетовая рядовка абсолютно безопасный гриб. Вы можете смело, без предварительного отваривания, сразу ее жарить, использовать для супов. Можете ее засушить, хотя, в общем, это будет не очень вкусная история. К сожалению, при готовке не удается сохранить вот этот нормальный фиолетовый цвет. И в заготовках гриб тоже темнеет, что бы вы ни пробовали. По крайней мере, у меня не получалось ни лимонной кислотой, ни уксусом зафиксировать вот эту природную красоту. Если вы предварительно все-таки отварите от какого-то испуга этот гриб, вы потеряете и цвет, и консистенцию. Вот попробуйте для эксперимента, наберите побольше, и часть фиолетовой рядовки просто пожарьте, а часть сначала отварите, а потом пожарьте. Вы увидите две большие разницы. А теперь, сразу, чтобы не терять темп, мы перемещаемся немножко дальше, потому что прямо отсюда я вижу, как растет та самая следующая нами искомая говорушка дымчатая. Вот я прямо с рядовками в руках иду за ней, потому что это удобно. Мы сможем сравнить эти два гриба, которые похожи и внешне, и по форме, и растут вот буквально по соседству, и предпочитают одни и те же места. Смотрите, вот она начинается, наша говорушка дымчатая. Понятно, почему она дымчатая, да, а краска вот такая сероватая, сизоватая. Вот дальше эти грибы, которые тоже любят расти рядами или кольцами, идут, идут. Вот здесь хорошая дорожка из них продолжается, да. Вот они, дымчатые говорушки. И смотрите, в принципе, грибы очень похожи по форме фиолетовой рядовки и дымчатой говорушки. Если мы возьмем молодую дымчатую говорушку, то молодые фиолетовые рядовки выглядят ровно так же. Но цвет сразу выдает, кто есть кто. Иногда дымчатая говорушка выдает альбиносную белую форму. Если вы видите вот такой гриб чисто белого цвета, который сидит в общей серой колонии, или вообще только такие белые грибы, все нормально. Это она, это еда. Вот смотрите, рядышком. Фиолетовая рядовка, вот она. И дымчатая говорушка, вот она. Видите, да? Цвет пластинок белый здесь и сереневатый. Здесь цвет шляпки, здесь так или иначе с неким синим оттенком, а здесь чисто серые тона. Ножка, все равно лиловатая у фиолетовой рядовки. И белая или сероватая у дымчатой говорушки. Но по форме, по габитусу, как бы сказали микологи, эти грибы довольно близки. И по вкусу тоже более-менее близки. Однако, если фиолетовая рядовка, гриб совершенно безопасный, то у дымчатой говорушки есть несколько спецэффектов. Спецэффект этот очередной грибной лектин, который называется клитоцепин. Клитоцепин дымчатой говорушки в чем-то напоминают милоиды осеннего опенка. Смотрите сюжет, соответственно, про осенние опята. Это лектин, который является белком. И чтобы понять, что такое грибные белки лектины, достаточно посмотреть на пену, которая всплывает при их отваривании. Вот это чаще всего и есть денатурированные лектины. Мы ее снимаем, выбрасываем и типа от всего обезопасились. Так вот, клитоцепин дымчатой говорушки при отваривании не денатурирует. Поэтому, как детоксицирующий способ, обычное стандартное короткое отваривание на 5-10 минут недостаточно, чтобы обезопасить этот гриб. К счастью, клитоцепин хорошо растворим в воде. И поэтому, хотя он и не денатурирует, но при длительном отваривании 20 минут и больше. Мы можем от него более или менее избавиться. Помимо этого, если мы сушим дымчатую говорушку, или мы ее, воспользовавшись классическими длительными методиками, солим или маринуем, то клитоцепин также денатурирует или тем или иным способом разлагается. Поэтому, чтобы избежать возможной реакции на клитоцепин, она есть не у всех людей, но у значительного их числа. Нам нужно либо долго и желательно предварительно, разрезав вертикально пополам, чтобы увеличить площадь отваривания, этот гриб варить и отвар сливать. Не забываем, да, отвар нельзя оставлять, потому что клитоцепин выходит в отвар, но не разрушается. Если вы отварили, прямо тут же решили, что это суп, мы крошили картошки и морковки, можно отравиться. Соответственно, отварили, слили отвар, предварительно разрезав грибы, либо высушили, замариновали или засолили. А так, в принципе, хороший вкусный гриб, по вкусу вполне сопоставимый с рядовкой фиолетовой. И вот вам два осенних гриба, за которыми нужно идти прямо сейчас. Итак, если у фиолетовой рядовки никаких опасных двойников нет, то у дымчатой говорушки есть как минимум один гриб, который растет сейчас одновременно с ней. Гриб на нее похожий, ядовитый и довольно опасный. Значит, как вы помните, я говорил, что у дымчатой говорушки есть светлые или даже альбиносные формы. Вот здесь такая форма. Вот посмотрите на нормального, темного цвета дымчатую говорушку. Да, а вот эти грибы посветлее. Они точно такие же и по вкусу, и по всем свойствам. Просто меньше развивается темный пигмент. Вот он только в середине шляпки. Даже ножка, если посмотреть, у нормальной, обычной серой формы потемнее, а у, соответственно, светлой посветлее. И если мы находим такие светлые дымчатые говорушки, то, вот смотрите, прямо рядышком растет один достаточно опасный гриб. Иногда даже смертельно опасный. Это так называемая говорушка, тоже говорушка, восковатая. Это гриб, который реально содержит мускарин. Причем мускарин в боевой концентрации. Не десятитысячные доли процента, как красный мухомор, в котором мускарин или отсутствует, или в виде следов, да, и совершенно безопасен. А прямо огромное количество мускарин. И если наесться вот этими говорушками, восковатыми, то, возможно, серьезные нейрологические реакции вплоть до остановки дыхания. Как отличить эти грибы? Посмотрите. Когда... Видно будет, не видно, не знаю, блеск. Молодые шляпки довольно здорово блестят. Ну, вот, трудно передать, наверное, это на камере. Но они почти чисто белые и почти блестящие. Когда гриб становится взрослым, вот я его сейчас сорву, смотрите, он... На нем, во-первых, проступают вот как у млечников, как у груздей даже. Такие характерные водянистые зоны. И он немножечко местами прозрачный. Вот прозрачное пятнышко, вот прозрачные участки, вот прозрачные участки. Если вы посмотрите на другие грибы, вот, то здесь они тоже видны. Поэтому его и называют восковатым. Этот гриб, говорушка восковатая, она как бы намазана воском, с прозрачными окошками, и такая вся даже навитая, ну, не то чтобы на ощупь, да, но вот по зрительным ощущениям, она как будто сделана из воска. Эти белесые разводы, прозрачные участки. Кажется, что шляпка отлита из воска, из застывшего парафина. Если мы переверлем грибы, то ситуация в плане распознавания еще более улучшится. Вот смотрите, дымчатая говорушка, да, а вот восковатая, восковатая говорушка. У дымчатых говорушек пластинки довольно ощутимо спускаются на ножку. У этой говорушки, восковатой, они практически никак по ней не сходят. Сейчас вот если взять какой-нибудь гриб, сейчас я сорву. Ну вот, допустим, да, вот чтобы была понятнее картина. Вот пластинки на ножку заходят прилично, да, а вот пластинки, которые к ножке доходят, но дальше на нее не спускаются. Поэтому, если вам попались одновременно двоя этих гриба, ну, мне кажется, неплохо видно. Плюс у взрослых говорушек всегда есть вот такие полосочки по краю шляпки, которых нет у говорушки, восковатой. Это просвечивающие насквозь пластинки снизу шляпки. Вот. Да, довольно похожи, но мне кажется, что присмотревшись, спутать довольно сложно. Но в любом случае, будьте внимательны. Говорушка восковатая и говорушка дымчатая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...